В библейском портале Экзогет продолжаем беседы о книгах Библии в контексте всего священного предания, предания Церкви, в том числе и новосоветной и литургической практики Церкви. Мы знаем, что книгам в Библии не приписывается в целом какой-то автор, и вообще авторство не было каким-то значимым фактом для древнего сохранения традиции, сравнительно поздно это стало учитываться. Вот как сказано было, например, в книге «Второзаконие». Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всеми силами твоими. «И да будут слова сии, которые я споведую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и я дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкаю над глазами твоими». Так вот, это «слушай», «говори о них детям» напоминает о том, что изначальная традиция библейская, она была изустно передаваема из поколения в поколение, и что здесь особенно важно, можно сразу обратить на это внимание, иметь в виду в отношении дальнейшего. Если мы воспитываем человека, мы, скажем, ребенка воспитываем, мы ему говорим, мы в общении, постоянном каком-то напоминании, не то чтобы дидактическом, таком, поучительном, но в опыте, который нас с ним соединяет, а это опыт все-таки устного общения, мы не записками переписываемся со своим ребенком, в этом опыте устного общения, говорения, когда слышится и интонация, и отношение к слову того, кто говорит, слышится в речи, и наблюдается реакция на это слово, вот так воспитывается сознание человека. Поэтому книжность во вторую очередь важна в этом случае. Надо рассказать, что не только в израильской библейской традиции, но и в традициях других древних записывание священного текста ставилось под сомнение, а часто и под запрет, потому что это как-то могло профанировать, выводить во внешний мир чужой сокровенное знание священного, поучение священной традиции, чем живет народ. Или вот посмотрим, как в книге «Притч» говорится. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Или в 114-м псалме об этом тоже интересно сказано. «Я радуюсь, что слышит Господь глаз моления моего, что Он преклонил ко мне ухо свое, посему во дни мои буду призывать Его. Объяли меня болезни смертные, муки адские, постигли меня скорбь и мучения, и я встретил имя Господне призвал. О, Господи, избавь души мою, милуйся в Господь, и праведен, и Бог наш милует». Так вот, это моление о помиловании, удостоверение того, что Господь милует, оно передается этим говорением. И текущая речь, молитвенная или поучительная, она всегда была насыщеннее смыслом и силой, чем казалась речь письменная. Первая книга, автор которой был указан и так конкретно записана, это была книга прямой листи Иисуса, сына Сирахова, второй век до нашей эры, то есть уже достаточно поздно. Когда устное предание было записано, почему оно было записано, немножко об этом скажем потом, его авторство было приписано Моисею, естественно, потому что на авторитете этого вождя и пророка должна была строиться верность, доброкачественность всего учения. Оно было освящено авторитетом Моисея. Когда же это стало записываться? Вначале ведь и тексты богослужения, молитвы не были записаны в традиции Израиля. Они менялись в зависимости от обстоятельств. Стало необходимо записывать священное писание, когда стало возможно главное записывать. Во-первых, когда более или менее, не то что распространилось широко, еще до этого было далеко, но стало уже в обычае при царском дворе грамотность, когда необходимо было вести дела. Бюрократия царской администрации требовала, конечно, архивной и письменной работы. И также точно в связи с этим, централизацией власти в Иерусалиме, понадобилось и фиксировать богослужебные и священные тексты предания при храме. И вот тогда начали записываться книги. Это, скажем, при царе Езейке, при царе Иосии, восьмой и седьмой век до нашей эры. В особенности важно было сохранить предание, иначе было невозможно, как в письменном виде уже, это в Вавилонском плену. Когда, как вы знаете, Вавилонский плен – удивительное и страшное время в истории Израиля. Ногоносор разорил Иерусалим, уничтожил город, уничтожил храм, погиб завет, погиб ковчег завета. Казалось, что и завет погиб, потому что святыни погибли. Народ им введен в плен, и знатные, и простолюдины. По дороге в этот плен множество народа, конечно, погибло. Погибли, наверное, дети слабые, погибли слабые старики, ведь это тысяча километров, они шли пешком. Из своих мест, привычных для них, этих оазисов, пустыней, а потом низными местами Междуречья приведены были Вавилон, где увидели этот огромный город, который должен был поразить жителей таких шатровых становищ, хотя бы даже жителей Иерусалима, но все-таки такого города, как Вавилон, они ни себе не воображали. И были они в плену, в котором не погибла связь людей с Богом. Это неистребимая реальность. Господь открыл людям знания, Господь призвал людей, и Он не отменит своего призыва и своего плана. И об этом говорили и пророки своему народу. Так вот, тогда необходимо было для того, чтобы сохранить учение и воспитывать народ в вере, необходимо было записывать традиционно. Она, конечно, хранилась изустно в памяти и в опыте учителей народа. И так записывали, редактировали. Вот книги, которые, как мы их теперь знаем, в то время начали составляться именно как тексты, как записи. И устное предание было систематизировано священниками и книжниками, так, чтобы народ мог следовать закону без искажений. Редактора писания и его составления, канона, то есть его корпус описания, продолжало в течение долгих веков, от V века до нашей эры, до IV века нашей эры, так приблизительно можно сказать. Вот, обратив внимание, на IV книгу царств, как сказано о традиции. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои и повелел царь Хелке священнику и Ахикаму сыну Шафанову и Ахбору сыну Михеину и Шафану Песцу и Иосае слуге царскому, говоря, «Пойдите, попросите Господа за меня и за народ и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что вели гнев Господень, который воспалал на нас за то, что не слушали отцы наши слов в книге сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». Или в книге Наэми. «Когда наступил седьмой месяц и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездоре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю, и принес священник Ездора закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона». Книжник Ездора стоял на деревянном возмышлении, которое для сего сделали, а подле него, по правую руку его, стояли, и дальше перечисляются его соратники, и открыл Ездора книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил Ездора, Господа Бога Великого. И весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Вот так воспринимал Израиль уже к какому-то времени сложившееся Писание. Это была священная реальность. Это, вы знаете, очень отличается от того, как мы теперь относимся к священному тексту. Так можно сказать, что следует, скажем, Давиду, царю, его псалмам, что люди праведные в Израиле жили в законе как рыба в воде, вот буквально в смысле слова, были погружены в него, питались им, дышали им. Вот посмотрите, сказано про людей, которые не были грамотны, они слушали. Они от восхода до полудня слушали, слушали внимательно, и общим хором ответили «Аминь», то есть утвердили истину. Вот такое впитывание божественного откровения и воспитало этот народ как особый народ, как народ Божий. Разумеется, мы помним о всех отступлениях, о всех предательствах и таких уклонениях от этой правды, но всегда был святой остаток в народе. И идея же жизни этого народа именно такова. он погружен в откровение, которое дает ему Бог. Библейские тексты в некотором роде вполне сопоставимы с мифологией, хрониками, сводами законов, гимнами или поэзией других народов Древнего Востока. Шумера, Вавилонии, Осирии, Египта, других. Но есть принципиальнейшие отличия. Все книги Ветхого Завета написаны в разное время, по разному поводу, в разных жанрах. Они выражают одно целое. Бог един. Он трансцендентен миру. Мир сотворен Богом. И Бог печется о человеке. История мира направлена Богом к спасению человека. То есть такая вот целенаправленность истории, выраженная всем канонам Библии, всей истории Израиля, даже самого, не только в книгах, в тексте, поучениях, но в самой жизни Израил мог почувствовать целенаправленность своего существования. Не просто существование, так сказать, некогда какие-то Боги, какие-то силы создали вот это мироздание. Ну, создали и все. И на нем теперь вот живет, как может, в коловорощении времен человек совершенно иначе сознавал свое бытие народ избранный Богом, вводимый Богом. И можно сказать так, парадоксально, что Библия не о том, как человек ищет Бога, она о том, как Бог ищет человека. Мы уже в первых страницах Библии слышим восклицание Бога, обращенное к Адаму. Адам, где ты? И вот это обращение надо было постоянно слышать в своем сознании христианам. И не только христианам, ну, как то есть, конечно, христианам, я говорю, потому что неверующим людям какое дело до Бога. Верующим человеку необходимо слышать в своем сознании этот вопрос, этот призыв. Адам, где ты? До следующей встречи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok